Ура! Прошу! Приготовьте помидоры, выступаю первый раз. Моё впечатление для предпринимателей для тех, кто хочет заниматься бизнесом. И называется так. Давайте посмотрим газету, почитаем. Почему мы такие бедные, если мы такие умные? Это про что? У нас больше половины вообще компаний не поставили на баланс свои торговые марки. 76% компаний не вовлекли свои патенты в оборот. И так же 97% компаний не используют технологии. А что такое нематериальные активы, вы сами знаете? Интеллектуальная собственность? Да, интеллектуальная собственность. Но в нашей стране как это выражено? Какая это интеллектуальная собственность? Что может быть? Ну вот, секреты производства, товарные знаки, патенты, базы данных, программа ИВМ, технология продаж, технология производства, технология логистики. Друзья, скажите, а у вас есть какие-то не утеряли активы, ценности рожденные из ваших идей. Какие? Патенты. А вы их поставили на баланс? А по какой цене? По цене 20 тысяч рублей. По цене затрат. Не стесняйтесь, какие еще есть у вас не материальные активы? Какие идеи вы оценили и поставили на баланс? И правильно оформили? Живее, живее, друзья. Вот в этой-то и проблема, что идей у нас много, но мы их никак не оформляем, не оцениваем и не ставим на баланс, не используем в качестве нематериальных активов. А вы знаете, что это на самом деле огромный бизнес-возможность, особенно для стартаперов. Если вы уже вводите какую-то идею, правильно оформили, поставили вы на баланс, вы становитесь инвестиционно привлекательными, вы можете защитить и дорого продать неокрым, улучшить кредитные показатели, даже если сейчас у вас есть кредит, вы можете на несколько пунктов снизить кредитную ставку. Кто и какие? Мы институт канадского развития бизнеса, мы объединили все компетенции и ставим нематериальные активы под ключ, осуществляем капитализацию нематериальных активов. Мы также занимаемся обучением ваших специалистов для того, чтобы они это делали. У нас есть кейсы, которые мы уже реализовали. Ну вот, одна компания нуждалась в деньгах и, собственно говоря, у нее всего был 1% собственного капитала. После того, как мы оценили деловую репутацию, эта компания смогла привлечь себе огромный крипт в ВТБ и стоимость бизнеса увеличилась на 20%. Также еще интересен один кейс. Это компания Пилот, которая на старте придумала очень прикольную технологию очистки насоса по добытке нефти. При этом, когда мы оценили этот актив и эту технологию поставили на баланс, собственник смог привлечь инвестиции. И также еще одна компания, Тверстиклопластик, которая получила убыток и это грозило ей камеральной проверкой налоговой инспекции. После того, как мы правильно соотнесли затраты на неокр, у компании возникла прибыль, были снижены ставки, компания смогла привлечь новые кредиты. Наш институт рекомендует следующие компании, в том числе группы компаний Ренова, Торгово-провышленные палаты и Деловая Россия. В составе компании Ренова, да. А, ну вот один умный человек-костряк, афоризмами которого часто пользовался Александр Сергеевич Пушкин, он сказал, что не те или капиталы, которые принялись проценты, лишь в руках таланта, который придумал себе приставку Т, Антон Т. Рива-Роли. И если вам интересна эта тема, то пишите мне, пишите мне вот на этот адрес. Спасибо. Коллеги, знаете, прелесть формата 1000 кучи и 34 ПК, то что темы бывают совершенно разные, от бизнес-историй до личных историй и до презентации некой более говорящего. Может, там можно за чкуточку? Еще раз, у нас есть 5 минут на вопросы, если есть, если задал вопрос. О, класс. Я готов обратить на ваши вопросы, друзья. Да. А почему, на ваш взгляд, у нас все-таки интеллектуальная собственность, мы, материальные активы, не летают? Ну, то есть, почему это не основные барьеры? Дело в том, что мы сами не ценим свои идеи, поскольку мы считаем, что это же не кирпичи. Они не имеют ничего такого реального. Весь мир, Ксения. Вы знаете, сколько стоит, например, бренд МакКонанси или бренд Мосседеса? А бренд Сухова? Это русское сознание. А Калашинсов? Вот так вот. Это все активы, которые мне необходимо управлять, ставить на баланс и, наконец-то, ценить, начать ценить то, что мы генерим в огромном количестве. Мы страна, которая может превратить огромное количество кей, технологий и разных вещей, которые придумывают. из наших же заводов. Расскажите, как в словах механика, в словах идеи, продукты? Ну, смотрю, как в связи от того, что это ноу-хау, пока... Для ноу-хау не обязательно вообще государственная регистрация. Есть методология. Мы разработали методологию, в рамках которой мы можем подсказать на баланс. Ну, все зависит от задачи. Для чего вам это нужно? Если стать национально-привлекательными, то есть вывезли, да, показать динамику того, как ваш бизнес развивается, какую вы прибыль получаете, либо привлечь кредитование в банк. От этого зависит применение соответствующей методики. Потому что просто как бы поставить на баланс, да, без цельного, ну, несколько глупо. Налогом не облагается на имущество? Налогом на имущество не облагается, и с налогом на прибыль, там тоже можно разобраться. То есть в каких-то моментах мы можем даже, и с налогом у нас отрегулировать вопрос, в частности по вопросу, по налогу на прибыль. Еще вопросы? А есть ли стартаперы у меня вот вопрос к залу? А предприниматели уже действующие? А те, кто хочет заниматься бизнесом, но еще и пока не знает, как начать? Вот ваш самый главный актив. Это интеллектуальная собственность. Когда у вас еще нету ничего. Вы назвали сплошные плюсы, а какие минусы и сложности и ограничения есть при работе с инвестиционными активами? Ну, давайте вот один из минусов. Представьте, что у вас на предприятии работает технолог, и вот на формате 1 начертил чертежку какой-то очень крутой детали. Если вы правильно не передали исключительные права, технолог, уйдя просто больше с работы или перейдя в другую компанию, может объявить этот чертеж своей. Просто по умолчанию у нас глава 69 гражданского кодекса говорит, что авторские права, если же исключительные права не переданы в организацию, являются правами автора. Вы можете потерять технологию. Технологов задают. Да, мы уже начинаем обучать технологов в массовом порядке в стране для того, чтобы наши компании начали шевелиться по этому вопросу. Вот это вот, пожалуйста. Что ж там? Инвесторы потом верят, сумку этого не верят. Ну, конечно. Инвесторы даже предложили решение этого вопроса застрелить. Ну, надо к этому прийти. Мы сейчас говорим о том, что нужны деньги стране, нужны деньги бизнесу. Вот они, где они лежат. Да. Еще вопрос. Спасибо. А если патент зарегистрирован за границей, то он останется у вас? А естественно, он сделан с рубалом? Ну, вообще-то наше законодательство то, которое патент, оно как раз как-то соответственно новородным законодательством. Другой вопрос, что вот наши патенты могут быть узнаваться в этот взгляд, это вопрос. Но я думаю, что он будет решаем во времени путем изменения законодательства. Любой патент зарегистрированный, который имеет адекватную оценку, правильно полученную, он способен вставить на баланс о выношенном законодательстве. И еще вопросы. Вот дарю вас. Спасибо, что не кинули мнение. Спасибо. Спасибо.